Здравствуйте! В эфире аналитическая программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Галина Кудряшова. Первые в армии со столетием училища ВДВ поздравляют звезды Первого канала. Охвачено огнем, в Рязани горело двухэтажное деревянное здание. Выбрасывать запрещено, ртутные лампы обнаружили в лесопарке. Чем это грозит экологии? Столетие Рязанского училища ВДВ уже начали отмечать. Несмотря на то, что официальный день рождения состоится 13 ноября, праздничные мероприятия стартовали в эту пятницу. В гости к десантникам приехали звезды Первого канала. Подробности в нашем сюжете. Первой в армии под таким девизом стартовала военно-патриотическая акция Первого канала. Звезды приехали в училище ВДВ, чтобы осмотреть вооружение и военную технику, увидеть показательное выступление десантников, провести товарищеские матчи по футболу и волейболу и, конечно, вручить подарки. ВДВ России – славная история. И для миллионов молодых людей именно воин-десантник является примером мужества, воинской тудрости и преданности России. Со столетним юбилеем десантников поздравляют звезды Первого канала. Среди них ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, народный артист России Владимир Березин, группа «Блестящие», ведущая рубрики «Острый репортаж» Алла Михеева и многие другие. Более 30 актеров, сценаристов, писателей, телеведущих вручают подарки лучшим курсантам, а также ветеранам ВДВ и действующим военным. Такое количество молодых, плевых парней, мощных, желающих заниматься этим делом. Это марка, это фирма, и это потрясающие ребята, это, конечно же, элитные войска, но и по тому, какие это войска, нужно говорить о нашей армии. Я смотрю на эту выправку, на этот солдат, на этот плац, на то, что крыша отремонтирована, и, знаете, берет гордость. Впереди ждет очень непростая работа, совсем непростая, сопряженная с большой опасностью, и, тем не менее, они на это идут и получают удовольствие от того, что происходит. В этом году акция проходит уже второй раз. Впервые сотрудники Первого канала приезжали в училище на 90-летний юбилей. Сейчас встречают их традиционно. Военные песни исполняет сводный оркестр училища, многократный лауреат международных конкурсов. Силу и ловкость десантники показывают в умении обращаться с оружием, в чувстве товарищеского плеча и в виртуозном прохождении полосы препятствий. 40 лет назад, 28 сентября, я выпускался лейтенантом, и на этом плацу мне был вручен диплом об окончании этого прославленного учебного союзения. Я хочу обратиться с пожеланиями, чтобы вы учились на хорошо и отлично, обладевали всем необходимым, что требуется для современного десантника и спецназа. Напомним, что Рязанское ВДВ было основано в 1918 году и является единственным училищем, которому присвоено звание гвардейского. Именно оно – кузница кадров для всей страны. В честь юбилея музею училища дарят копию мундира Василия Маргелова, основателя воздушно-десантных сил, память о котором так бережно хранят в Рязани столицы ВДВ. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тактические приемы и боевую подготовку отточили и сотрудники ФСБ. На совместных учениях с силовыми структурами региона они разминировали резервуар с бензином и задержали преступников. Подробности в репортаже Дины Исляевой. Вооруженные преступники напали на охрану цеха, пробрались на территорию предприятия и заминировали резервуар с топливом. Во время учений сначала эвакуируют работников из опасной зоны. Объект разминирует, локализует возможный очаг возгорания. В это время начинается поиск опасных преступников. Условных террористов находят и блокируют в одном из населенных пунктов Рязанского района. Они от ведения переговоров отказываются и выдвигают политические требования. В результате проведения боевого мероприятия условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. Как отмечено в пресс-релизе, учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций. Дина Исляева, телекомпания «Город». Пожар на улице Свободы. В четверг огнем было охвачено двухэтажное деревянное здание. Но его тушение потребовалось несколько часов. С места событий репортаж нашей съемочной группы. Дым заметен за несколько кварталов. Огнем охвачен дом номер 72 на улице Свободы. Сообщение о возгорании поступило в четверг, в половину шестого вечера. На место прибыли шесть автоцистерны и автолестницы для тушения кровли. К этому моменту огонь захватил первый и второй этажи нежилого деревянного дома. В настоящее время пожар локализован. Происходит дотушение отдельных очагов горения. По проверенной информации, повреждено здание на площадь около 400 метров квадратных. Причины пожара пока неизвестны. Сейчас сотрудники МЧС опрашивают очевидцев. Однако слышат разные версии. Я шла с работы, получается, и как будто ударил сначала звук, был грохот, и отсюда дым пошел. И все, я шла вот так, где Спартак. Мы просто увидели, что горит окно и дверь. И дверь горит. Все. Крыша, ничего, это не горело. Только дым шел. Начал дым начал. Горело крайнее окно, вот там дым идет, и дверь входная. Вот мы с мужем сразу начали вызывать пожарную. А больше ничего, второй этаж, ничего не горело. Ничего не горело, только вон то окно крайнее и дверь вот это, и все. Мол, не прямо ударил в этот дом, и начался сразу пожар. Ну, тут вот мы стояли, приехали быстроскорые. Ну, вот сейчас видите, что остановить невозможно, наверное. Тем более, он не жилой, высильный был. Действительно, в это время в Рязани начиналась гроза, лил дождь. Однако уже в пятницу версию с молнией отсеяли как неправдоподобную. Удалось установить, что огонь действительно начался с нижних этажей и позже перешел на крышу. Размер ущерба предстоит выяснить, но уже понятно, что пожар коснулся каждой комнаты. Страшно? Я тоже живу в таком доме, в частном, на Фрудзе. Тоже думаешь, или подожгут, или чего. Тут же видите, за центром как все борются. В 10-м. Вот уж так же горели, поэтому испугались все. Пожар тушили в течение нескольких часов. Визуально больше всего пострадала центральная часть здания. Однако, откуда именно начал распространяться огонь, еще только предстоит выяснить. Настоверно известно, что в огне никто не пострадал. И старенький домик был расселен еще летом. И если соседние быстро снесли, то этот оставался нетронутым. Скорее всего, его также должны были снести. Но почему это не сделали сразу, не ясно. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Коробки с ртутными лампами нашли в лесопарке. Светильники, которые есть практически в каждом офисе, теперь лежат на голой земле. А ведь выбрасывать их, как бытовой мусор, запрещено. Каким последствием может привести такая халатность, узнал Валерий Седов. Это условная граница лесопарка. Место, где ежедневно отдыхают сотни рязанцев. Но, видимо, кто-то решил, что эта зеленая зона – отличная территория для утилизации опасных отходов, раз выбросил здесь несколько десятков ртутных ламп. Здесь около 15 коробок с ртутными лампами. Большая часть из них запакованы. Вот только есть и разбитые, осколки которых разбросаны вокруг. Теперь эту землю, по словам экспертов, надо обеззараживать. Внутри таких ламп ртутно содержащийся газ. Он попал в почву, остался на листях и траве. Остатки вредных веществ могут распространяться по всему парку. Это, кстати, вот ситуация высвечивает несколько проблем таких, которые никак не удается решить ни на городском, областном, ни на федеральном уровне. У нас выбросить мусор, заплатить за утилизацию дороже стоит, чем штраф за несанкционированный. Вот такой парадокс. Потому что штраф на частное лицо от 500 рублей. По словам Евгения Рыбакова, мало кто знает, куда эти самые лампы утилизировать. Ясно, одно выкидывать их вместе с бытовыми и пищевыми отходами нельзя. Что уж и говорить о зеленой зоне города. По словам экспертов, сдать ртутные лампы можно в свое ЖЭУ или управляющую компанию. Для этого достаточно прийти в рабочее время, взять с собой паспорт и сдавать лампы исключительно по месту прописки. В некоторых торговых центрах также установлены специальные контейнеры для сбора ртутных ламп и батарейок. Утилизировать их можно и платно. Этим занимаются специализированные компании. Одно ясно, ситуацию оставлять без присмотра нельзя. Экологи уже занялись этим вопросом. Мы пишем письма в Роспотребнадзор, в прокуратуру, для того, чтобы приняли какие-то действия, предприняли и нашли виновников. Сколько будут оставаться ртутные лампы в Рязанском лесопарке неизвестно. С каждым дождем ядовитые примеси будут впитываться в почву, отравляя все вокруг. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». От новостей пятницы к итогам недели. Массовая гибель рыбы в Рязанских прудах продолжается. Щуки, краси и окуни отравлены неизвестным веществом в водоеме в районе Куйбышевского шоссе. Что стало причиной трагедии, узнал Валерий Седов. Говорят, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. С этой пословицы явно не согласятся рыбаки, которые приходят на безымянный пруд при выезде из Рязани около Куйбышевского шоссе. Совсем недавно местные обитатели глубин стали сами всплывать на поверхность. К берегу безымянного пруда волнами прибило десятки мертвых рыб. Здесь и плотва, и окуни, а также несколько карасей. И такой улов можно заметить у одного из берегов пруда. Неизвестно, какая картина складывается у остальных. Сам по себе водоем небольшой. С одной стороны от него автомобильная трасса. С другой – две трубы неизвестного предприятия. К пруду протоптана небольшая тропинка. Значит, его иногда посещают рыбаки. И судя по количеству всплывших рыб, живности здесь было много. Что стало причиной такой большой смертности, неизвестно. Фотографии с мертвыми рыбами появились в сети еще в субботу, 22 сентября. Опубликовал их местный рыбак Вадим Николаев. По его словам, подобного раньше никогда не было. Я частенько в свободное от работы время ходил на данный пруд на рыбалку. На поверхности одного из прудов, который расположен ближе к окружной дороге, начали образовываться белые пятна. Спустя 3-4 дня на берегу пруда увидел мертвую рыбу. С каждым днем ее все больше и больше. Но это еще не самое страшное. Тот пруд, который заразился первый, перетекает через дамбу в очень большой пруд. И тот начинает заражаться. На его поверхности уже тоже виднеется мертвая рыба. Причем не маленьких размеров. Но если пройти в другой конец большого пруда, то там пока еще рыба жива. Что примечательно, чуть дальше есть еще один пруд. У него также нет названия и его любят рыбаки. К берегам здесь точно так же прибило мертвую рыбу. Можно заметить даже полуторакилограммовую щуку. Пруд практически во всем похож на своего собрата. В нем сплыли и плотва, и окуни. Единственное отличие – запах от него не такой едкий. Разделяют два пруда большие трубы. Когда-то давно на одной из них неизвестный оставил надпись, которая теперь звучит как издевка. Рыбу надо уметь ловить. Местные жители выдвигают только одну версию отравления. Они говорят, что это настоящая экологическая катастрофа. Ведь погибли десятки рыб. Благодаря нашей телекомпании ситуация заинтересовалась Министерство природопользования Рязанской области. 27 сентября совместно с ЭКО-аналитической лабораторией был произведен отбор проб природной воды по следующим ингредиентам – азот аммонийный, азот нитритов, фосфаты, нефтепродукты и так далее. Анализ проб воды будет готов не раньше, чем через 14 дней. А пока остается только гадать, что именно повлекло за собой такую массовую гибель рыбы. И кто будет за это отвечать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На них запрет не действуют. Горячительные напитки продолжают продавать в многоквартирных домах Рязани. Наша телекомпания выяснила, почему, несмотря ни на что, жильцы дома номер 3650 по улице Шевченко и первого дома на улице Березовой становятся свидетелями драк. А к собственным подъездам идут, переступая пьяных. Очередь начинает собираться в 7 утра. Желающие у которых, как принято говорить, трубы горят, приходят и ждут открытия. Находятся рюмочные в жилом доме. Очередь из стоящих, сидящих, а иногда и лежащих видят все, идущие на работу. Напротив находится детский сад, рядом площадка. Мы ведем детей в сад, мы ведем из сада, там постоянно пьяные люди, граждане, так скажем, находятся. Постоянно крики, драки. За данным домом находится у нас детская площадка расположенная. Но, поверьте, даже мне, как бы идти с мужем рядом страшновато, потому что люди совершенно неадекватные. В группе любителей спиртного, заметивших телевизионную камеру, сразу же нашлись желающие выступить в защиту своей рюмочной. Они против того, чтобы заведение закрыли и просили не показывать его по ТВ. Между тем, жители домов, расположенных рядом, уже устали бороться с рюмочной. Они неоднократно обращались в самые разные инстанции, но решить проблему так и не смогли. В домах эти разливайки, они совершенно не нужны. Разлагают молодежь. Чему учатся? Конечно, только плохому. Конечно, уврать надо. Уже сколько раз пытались. Закрывали, опять открывали почему-то. Говорят, там хозяин кто-то. Не будем говорить. Детям пройти на площадку – это проблема. Я живу в этом доме как раз, поэтому выпускать страшно одних. Потому что постоянно собираются кучи народа и стоят полупьяные. Кто лежит, кто пьет тут же, не отходя от кассы. Руководство заведения, когда увидел съемочную группу, по-быстрому закрыло кафе. Но это не значит, что оно не откроется после того, как мы уедем. Еще одна рюмочная, где разливают алкоголь, находится в доме 36-50 на улице Шевченко. Дворник рассказывает, контингент культурный. Ни мусора, ни бутылок после себя не оставляют. Выпивают, поговорят. Тут драк никогда не бывает. Не бывает драк? Тут тихий контингент. Но при этом не надо забывать, что рядом находится бассейн «Юность». 159-й детский сад, куда и ходят родители с маленькими детьми. Дорога проходит мимо рюмочной. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Старую крышу убрали, а новую стелить не собираются. На улице Маяковского рабочие просто не выходят на работу. Жильцы возмущены. Кто должен закончить капитальный ремонт, которого так долго ждали? В ситуации разбирался Валерий Седов. Назвать это крышей язык не поворачивается. Здесь несколько деревянных балок, которые даже теоретически не смогут защитить жильцов от предстоящей непогоды. Люди рассказали, что крыша у них протекала и раньше. Капитальный ремонт требовался давно. И к радости жильцов в конце августа к дому номер 113 по улице Маяковского прибыла бригада строителей, которые начали ремонт. Вот только никто из местных никаких рабочих не вызывал. И кто основной подрядчик тоже неизвестно. Бригада строителей тем временем закончила часть работ и в середине сентября пропала. А деревянная крыша так и осталась недоделанной. И при первом дожде вода попала практически во все квартиры на втором этаже и первом. Людмила Петровна устроила экскурсию по своей квартире. Водой поврежден практически весь потолок. А при каждом стуке капель дождя о крышу пенсионерка достает несколько тазиков и расставляет их по комнатам, потому что течет везде. И что самое ужасное, вода есть в каждой комнате. Хуже всего и то, что попадает вода и на первый этаж. В общем коридоре на первом этаже видно на стене потеки от дождя, как вода попадала на распределительную коробку электрическую, в связи с чем, собственно, и вызывали аварийную службу для того, чтобы она отключала электричество. И также потолок пострадал. Вот здесь вот огромное пятно от воды. Жильцы уже не раз обращались в управляющую компанию, однако те, в свою очередь, разводят руками. Объект, то есть жилой дом по адресу Маяковского, 113, они передали подрядчикам в фонд капитального ремонта. ЖО переадресовывает вопросы жильцов в эту инстанцию, однако, по словам жильцов, никаких продвижений в работе над крышей до сих пор нет. Адвокат Анастасия Носова рассказала, как можно поступить в подобной ситуации. В данной ситуации я могу посоветовать собственникам помещения обратиться с жалобой в прокуратуру, в администрацию города Рязани и обязательно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию. Подождать 30 дней, собрать все ответы, которые будут предоставлены данными организациями. Если ситуация не решится и не будет продолжен ремонт крыши, то уже обращаться в суд и там добиваться справедливости. Местные жители рассказали, что 26 сентября сотрудники ЖО встретятся с жителями 113 дома, чтобы оценить причиненный ущерб. К сожалению, подобное происшествие в городе не единственное. Частичный капитальный ремонт крыш проводится в настоящий момент по нескольким адресам. И, по словам местных жителей, ситуация практически везде плачевная. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Золото президентских соревнований привезли рязанцы. Им покорились баскетбол, бег и творческие конкурсы. Интересно, что честь региона отстаивала не сборная, а один конкретный класс учеников школы номер 47. Я болею за Рязань! Я болею за Рязань! Не болею за Казань! Не болею за Казань! Знает каждый почтальон! Знает каждый почтальон! Рязань чемпион! Рязань чемпион! Три недели, чтобы отстоять честь Рязанской области. Ученики школы номер 47 вернулись в президентских состязаний самых массовых спортивных игр страны. Ежегодно в них принимают участие более 10 миллионов обучающихся. Их ждут несколько ступеней отбора. Общешкольный, городской, областной, межрегиональный и, наконец, всероссийский. Особенность игр в том, что в них участвует не сборная региона, а ученики одного класса конкретной школы. Ребята у нас на самом деле команда, сплоченный коллектив. Они сами за себя все говорят. Такие кричалки у нас были всегда. И всегда друг друга поддерживали на любом виде спорта. Лучшими рязанцы оказались сразу в нескольких дисциплинах. Из Анапы, где проходили состязания, они привезли кубок по баскетболу. Играли в стритбол. В финале их соперником стала сборная Пскова. Так как у нас владеет баскетбольными навыками, профессионально играет в баскетбол только Полина, мы с Катей старались создавать такую обстановку, чтобы не мешать ей забивать. И, в свою очередь, тоже помогали игре. Интрига в матче оставалась до последнего. Команда школы номер 47 сначала проигрывает 5 очков, но в финале матча им удается выйти вперед. Одержать победу помогла сплоченность и хорошая физическая подготовка. Мы ни разу не тренировались. Мы два раза вышли на площадку просто побросать, почувствовать кольцо. И все. Ну, до этого с Аждева мы тоже заняли первое место на областном этапе. Играли мы как раз втроем тоже и тоже выиграли. Покорилась рязанцам и другая спортивная высота. В беге на один километр лучшими стали Константин Катанаев и Полина Щербакова. Их результат 3 минуты 13 секунд и 3 минуты 30 секунд соответственно. Интересно, что ребята финишировали друг за другом, ведь девочки и мальчики стартовали одновременно. Я лично готовился каждый день. Я бегал, вставал утром с пробежки, отжимания, приседания, растяжка. Вот каждый день я занимался, постарался, хотел как-то, ну, можно сказать, побить свои результаты, которые были у меня в Сажнево. И, ну, можно сказать, то, что мне это удалось. Я прошел километр лучше, чем в Сажнево на 30 секунд. Победили ребята и в творческом конкурсе, исполнив олимпийскую песню и танец. Выступление заняло 7 минут. ВДВ Сергей Есенин, Рязанские купола, песни «Команда» и общий финальный танец. Параллельно на экране шоу-ролик с экскурсией по родному городу, который ребята также сделали сами. Просто фонтан, салют, бомба. Мы вышли за сцену после номера. Мы кричали, мы радовались, мы прыгали. Друзья, делегации смотрели на нас и радовались вместе с нами. Это было очень здорово. Пятое место удалось занять в интеллектуальной игре «Что, где, когда», а также в мужских соревнованиях по мини-футболу. Однако по сумме всех конкурсов Рязань заняла лишь 36 место. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ароматные специи, рыба, выловленная в недрах наших морей, колбаса, сыры и многое другое можно найти на выставке «Особенности национальных вкусов». Она открыла свои двери как для гурманов, так и для любителей натуральной фермерской продукции в торговом центре «Премьер». Выставка продажа «Особенности национальных вкусов» открыла свои двери для всех желающих. Самое главное, что все продукты полностью натуральны и отличаются высоким качеством. Мы вам привезли дары Абхазии, дары Кубани. Также у нас присутствует на выставке Камчатка, камчатская продукция и соседи деликатесы. Особое место на прилавках занимает аджика. Это поистине царица стола. Она делает блюда сочными, ароматными и пикантными. К вам в город мы привезли нашу знаменитую бочковую аджику. Привезли как красную, так и зеленую. Это мы делаем из сухого стручкового перца, который заранее сушится на солнце, а потом перемалывается вместе с 16 видов специй. Также никого не оставят равнодушными сыровяленые деликатесы. Фазан с кроликом, говядина в красном вине, косуля в чесночной пасте. При производстве не используют добавки и усилители вкуса. Мясо здесь главный ингредиент. Эти и другие экзотические продукты теперь доступны и рязанцам. Хамон в том числе достойный ответ Испании. Полугодовой выдержки. За полгода проходят 4 дымные процедуры. На четвертый месяц созревания каждый кусочек мажется ореховым маслом. Это очень важно. Ореховое масло способствует вытеснению лишней соли из продукта. Еще одна особенность выставки продажи, из-за которой стоит познакомиться с особенностями национальных вкусов, это специи. Здесь представлено более 30 наименований. Красная жгуча аджика, аджика с грецким орехом, пряные и острые специи превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр. Все приправы выращивают и купажируют семья Ливана Убилавы. Изюминкой моего огорода является соль абхазская, сванская и гранатовая. Их применять точно так же, как обычную белую соль, дозировка такая же, только вкус будет другой. Есть аджика сухая, ореховая универсальная. Ореховую можно добавлять во все блюда, даже в готовую, прямо к себе в тарелочку. Огромный выбор сыров, колбасы и сладости. Среди всего этого изобилия нельзя пройти мимо варенья и меда. Вот этот с янтарным отливом – каштановый. Более 30 лет отец Вагана Аракиняна занимается пчеловодством. Это семейное дело. Все, что представлено на выставке – домашнего производства. Весь мед горный и привезен из экологически чистых мест. Начиная от 800 метров над уровнем моря пасеки стоят. То есть там заводов нет, автомобилей нет. Очень редкий вид меда я привез. Каштановый, золотарник, очень полезные меда. Еще один прилавок притягивает своей самобытностью. Здесь собран огромный ассортимент сухофруктов. Черешня, инжир, гранат, фаршированные орехами. И это далеко не все. Абсолютно все без сахара. Не обрабатываем, не замачиваем, не выпарываем. Никак не обрабатывается. Все только вялится исключительно в тенечке. То есть без химиката. Рязанцы уже успели оценить качество продукции. Гранатовый соус бесподобный. И вот соцебель еще понравился. Вот за селедкой решил именно. Ну, может быть, икорки возьму. Мясо, рыбу, сухофрукты. Чай купили. Выставка хорошая, много всего. Краснодарский чай – рыба, которая водится только на Камчатке. К примеру, чавыча, икра и еще множество натуральных продуктов вы найдете на выставке «Особенности национальных вкусов», которая будет работать до 6 октября в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин